Вопрос за деньги, ты же знаешь, что... Какая разница у вас с чехом? В возрасте? В IQ его. В IQ, но он охранник, а я вуз не закончил. То есть, ну где-то вот похоже. Да, я хотел сказать на видео про Россию Матушку, но что на самом деле БЖ комьюнити не понимает, к чему все идет. Ну, на этот раз на записи мы нажмем. Спасибо. Мотор! Так уж получается, что все главные интересные события в мире джиу-джитсу происходят в выходные. Какой у нас спорт? Спорт выходного дня. Гранд слайм в Лондоне. Суперсхватка Роберто Хименеса против Лукаса Халка Барбоса. Антон Дмитраков на Копа-Подио. Битва Поколений в Москве. Об этом и о том, что ждать в самое ближайшее время в сегодняшнем выпуске новостей. БЖЖ новостей. Би-джи-джи-ньюс. Займите на шоу-руму. Что вы меня снимаете? Я не хотел это начинать, это он начал. Редкий случай, когда главное событие промоушена Fight to Win Pro реально оказалось самым зрелищным и самым крутым. Обычно суперсхватки это какое-то такое вялое толкание суперзвезд. На этот раз Роберто Хименес встретился с Лукасом Халком Барбосой и никто не хотел уступать. Лукас это... Лукас этот... Вы же знаете, кто такой Лукас Халком Барбосой? А Роберто Хименес? Это тот самый парень, который впервые дебютировал по черным поясам в схватке против Кинана Корнелиуса и обыграл мэтра Лапел Гарна. В общем, схватку эту рассказывать бессмысленно. Обязательно посмотрите. А если я не забуду, я укажу ссылку на этот поединок в тексте к этому посту. 7 и 8 марта в Лондоне прошел Абудаби Граунд Слэм. Прошел он, к сожалению, за закрытыми дверями и связано это все с этим самым коронавирусом. По той же причине не было телевизионной бригады с арабского телевидения, которая могла бы показать нам все схватки в хорошем качестве с пяти камер. Да и хрен с ним. От России было представлено три спортсмена, и никто из них, к сожалению, не добрался до подиума и не получил медаль. Станислав Варшавский, единственный российский черный пояс, который был представлен на этом турнире и выступал он в категории до 94 килограммов. Пройдя первый круг, во втором кругу он по-братски уступил Адаму Варшинске и ушел-таки в отдельную сетку, которая прокладывала путь к бронзовой медали. Первую схватку затащил со счетом 2-0, а результат самого бронз-матча сложился, к сожалению, уже не в пользу Станислава. Мало кто знает, но организатором Грамм Слэм Лондон выступил небезызвестный нам Александр Дедафария. Ну, не то чтобы лично он, вернее, он работал в тандеме с еще более небезызвестным Браулио и Стима. Так уж исторически сложилось, что Браулио и Александр Фария будут вместе заведовать всеми ивентами лиги AGP в регионе Соединенного Королевства. А вот в России Деда обходится уже без Браулио и Стимы, но со своей командой. Вы заметили, насколько ценят Деду и его организаторский результативный подход? И это высокое доверие оправдывается. Ну а что, свое дело он делает, и делает неплохо. Делает дело, дело сделано. Ну, в общем, вы поняли. И следующий проект от Деды Фария и его команды Абу-Даби Moscow International Pro, который состоится 28 марта в ГИ и Ноу-ГИ. Обязательно зарегистрируйтесь по ссылке, которая также будет указана в описании к этому видео. Похоже, это будет главное событие марта, но если не в России, то в Москве и в Центральном регионе точно. А Антон Дмитраков, второй взрослый российский атлет, который выступил на Копа-Подио и выступил уверенно. Собственно, второй российский атлет, который выиграл. Саб Мишенкой. Благодаря помощи некоторых ребят мы могли смотреть и болеть в прямом эфире. Всем остальным подписчикам БЖФрикс мы предлагаем пересмотреть эту схватку в записи. Все три раунда находятся у нас в ленте и вышли буквально сразу, через несколько минут, после того, как Антона Дмитракову подняли руку победителя. От всей души поздравляем Антоху, молоток. Это было красиво, уверенно, спокойно. Надеюсь, Антон, скучно не было. Дальше больше. Кажется, уже 12 апреля заявлено участие в Копа-Подио у еще одного российского спортсмена, Блэк Белта, Мухаммада Абдулкадирова. Ждем, надеемся, верим, будем болеть. Михаил, сколько вы сабмишинов сделали за этот сезон? Ну, что вы понимали, я 4 минуты в Риме чувака в маунте держал. Я сел в маунт, думаю, зачем куда-то выходить, зачем бороться. Я бороться буду, он тоже будет бороться, а вдруг я хильчика дам, а вдруг что, лежит чувак в маунте родной. Плюс я считаю, что есть чувак на уровне пурпурного пояса, не может выйти из маунта, то это его проблемы. Михаил, сколько ты сабмишина в этом сезоне сделал? В этом году, по-моему, на соревнованиях не одного, а в том году было парочка. Ну вы так все сабмишин хантеры, да? Не, я охочу за сабмишин, но, блин, не дают порой. Просто хреновый охотник. И да, 7 марта битва поколений свершилась в Москве. Ну, во всяком случае, первая ее часть. Почему я говорю первая? Все потому, что уже сразу после окончания последней схватки этого события К нам подходили и участники, и зрители и спрашивали, когда продолжение? Зашел людям этот формат. Собралась прекрасная тусовка зрителей и замечательный карт участников. Призовые ноль. Бюджет всего мероприятия, стоимость такси туда и обратно. На кону исключительно интерес. Двигатели интереса, любовь к нашему искусству. Ну, к тому самому нежному. В итоге, на татаме вышло 14 пар, которые сразились в суперсхватках. Результат пока уверенно в сторону молодых, лютых, голодных хищников. Как вы считаете, кто победил этот формат? Ооо, дружба. Сырок дружба. Что будет дальше, посмотрим, я надеюсь, уже скоро. А что, можем повторить. Это, пожалуй, единственный верный повод для использования данной фразы. В общем, следите за новостями. Жить в российском БЖЖ-сообществе становится все веселее, прекраснее и замечательнее. Следите за лентой фриксов, будьте в курсе всех событий. Всем пока! Надо сделать вот так, да? Да, я хотел сказать на видео про Россию-матушку, но что на самом деле БЖ-комьюнити не понимает. К чему все идет. Отменяются турниры, переносится чемпионат мира у арабов. Кровепот, ребята, кровепот будет всегда. Выступайте по грэплингу ОВВ. Коронавирус придет, значит, дворец Ерегина. Плюс скажет, не, ребята, я на это не подписывался и пойдет оттуда. Поэтому на кровепоте никто никогда коронавирусом не заболеет.